С чего начинается электромонтаж? Заходим и расставляем мебель. Где у нас будет что стоять? Да, расставляем мебель и потом начинаем... Вот я смотрю, здесь уже хозяева обозначены. Да. Здесь будет камин. Здесь будет рабочая розетка. Вот она обозначена. Иван стоит здесь, телевизор будет висеть здесь. На телевизор приводится ТВ кабель, как СИАЛ. И на будущее приводится интернетовский. Потому что кто-то когда-то сказал, что Москва перейдет на цифровое телевидение. А цифру передавать удобно по кабелю UTP. То есть не только в Москве, но и в России ожидается нововведение. В крайнем случае в любой момент можно подключиться в сети, в стояке. И у тебя будет проводной интернет. Не хочешь проводной интернет, пожалуйста. Ну вот здесь обозначено, что здесь будет три розетки. Три розетки и одна телевизионная и две интернеты. Значит что, мы делаем как типа евростандарт. Высота от чистого пола розетки 300. Миллиметров. Да, 300 миллиметров. Вот она у нас. Да, да, да. Ну это у нас просто нарисовано, что в этом месте будет. А высота выключателя 900. 900. Очень удобно. Подошел рукой. Раз и... Здесь кондиционер еще. Здесь будет кондиционер. На кондиционер ведется отдельно. Ставится свой автомат в чите. И ведется отдельно. Три на два с половиной. Отлично. И следующий этап у нас что? Штрабление уже. Сначала разметка. Сейчас мы размечаем все. Ставим, размечаем, где будут у нас розетки. Просто так, приблизительно. Именно разрисуем. И начинаем штрабление. Это высота розеток под эти самые. Под телевизор. Сколько получается? Метр? Ну, мы взяли метр пять. Так как у нас обозначено, где будет висеть телевизор. И для удобства мы отмечаем. Так. Три розетки. Это у нас получается подрозетник 70. Значит, у нас получается 210. 210. Так. 7. 14. Это у нас эти самые. Вот эти подрозетники, да? Да. Вот эти подрозетники будут сюда ставиться. Они собираются. Вот так их собираются. Защёлкивают. Да. Это очень хороший подрозетник. И любезем. Средина каждого подрозетника 70. Нет, нет, нет. Этот подрозетник идёт с надапной 68 на 42. 68 в диаметр внутренний. И глубина 42 миллиметра. Вот один. Ну, а под телевизор высота розеток определяется? Это по телевизору, по полкам. Где он будет висеть? Где он будет висеть, да. Вообще, метр 20, метр 30, метр 50. Кто ещё повыше, там, метр 60, метр 80. А зачем в разметке уровень? Можно же просто провести линию ровно и всё. Нет, уровень нужен для того, чтобы ты, если захочешь что-то, когда-то что, повесить что-то, какую-то картину, может быть, какой-то гвоздик забить. Ты берёшь от середины, допустим, светильника, проводишь, ставишь уровень, проводишь мысленно линию, и в этом месте у тебя будет точно провод. Ты знаешь точно, где провод. Да, уже знаешь, где точно провод. Потому что обычно провода кладут криво, как попало. Нет, 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 только по уровню. Всё по уровню. Так же, что здесь, на этот подрозетник, ставишь уровень, проводишь, и ты знаешь уже, с центра подрозетника, вот у тебя идёт, вниз идёт провод. Всё. Ты даже, когда будешь плиту скрепить, плиту скрепить будешь, ты уже в провод не попадёшь. Ты знаешь, что чётко в этом месте стоит провод. А почему... Почему сразу не свяжешь до кассы? А потому что эта коронка не сюда идёт. Здесь нужна коронка по кирпичу. Я просто отмечаю, где у нас будут находиться подрозетники.